К подготовленным нациям, к подготовленным странам на них никто не попадает, потому что понимает, что могут дать отпор. Путин напал на нас, зная, что наша страна, пронизанная коррупцией, была распространена перед ним. Огромное количество шпионов в высших государственных постах и так далее. Поэтому мы должны делать все, чтобы укреплять нашу оборону. Каждый месяц мы должны прибавлять в численном составе, в количестве военной техники, которая отремонтирована на готовый бой, к лучшему бандированию, к лучшей слаженности, к лучшему использованию системы связи, координации и разведки. И только тогда мы можем быть спокойны, когда мы будем чувствовать себя, как Израиль, который настолько хорошо вооружен и настолько хорошо организован, что больше уже 30 лет ни одна арабская страна не пытается на него напасть. Хотя перед этим он пережил шесть войн. Другого пути у нас нет. Мы не являемся членом НАТО. То есть быть в стане такой постойной готовности до войны в будь-який момент? Да, у нас нет другого пути, пока Россия руководит шизофреником. Просто нет. Что касается вопроса по аэропорту. Понимаете, у нас есть проблема в том, что нет выступления верховного главнокомандующего, который бы регулярно информировал граждан о том, что происходит у нас на Восточном фронте. Я бы очень хотел, как гражданин, как депутат, чтобы хотя бы раз в неделю президент устраивал политинформацию. Выходил и говорил хотя бы 15-20 минут. Потому что говорящие головы, такие, как в том числе я, такие, как Лысенко, спикер, так сказать, РНБО, такие, как вот ребята из генерального штаба, которые из штаба АТО, это Селезнев и так далее, они не могут, так сказать, удовлетворить запрос общества. Общество хочет слышать верховного главнокомандующего, человека, за которого проголосовало 54% граждан. И кто несет ответственность за оборону и защиту нашей страны. Или же, чтобы президент уполномачивал тогда начальника генерального штаба, или министра обороны выступать с информацией, говорить, мы обороняем Донецкий аэропорт, потому что это важно. Мы ждем нападения врага там-то, и нам нужно объединить наши усилия для того-то. Потому что по-другому так нельзя.